Не стушевались девчонки с первых секунд, сразу начав рубиться в ринге. Почти сразу девушки вошли в клинч и достаточно много ударов в клинче собрали. Обе хорошо попадали в раунде и съели много жестких ударов. Мощно начался поединок, посмотрим, что будет дальше. Во втором отрезке темп боя немного снизился и уже так бездумно не летели девушки в рубку. Пейдж работала первым номером, а Рейчел контратаковала. К концу раунда была попытка от Остович пойти вперед, но Пейдж хорошо уклонялась и по итогу раунд получился осторожным, без особо жестких попаданий. Снова вонзад полетела вперед и дорвалась на хорошей правой от Рейчел, которой Остович стала доносить все больше. В стойке в третьем раунде стало чуть лучше смотреться Остович, а на стороне Пейдж осталось только давление. Хороший раунд. В четвертом отрезке девушки решили немного передохнуть, работая больше на технику, и очень хлестко попала с правой Рейчел. Почти ей удалось потрясти соперницу, однако Пейдж этот удар стерпела и спаслась в клинче. Но под самую сирену Остович смогла накинуть еще парочку плотных ударов. Финальная двухминутка смотрим. Старалась вонзад донести хоть что-то в этом раунде, но все летело по воздуху. А Рейчел смотрелась уверенно, не давала работать сопернице и сама при этом хорошо попадала, ведя бой до самого гонга. Ждем решения. И единогласным решением судей победу одержала Рейчел Остович, с чем мы ее и поздравляем. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность.